И мы переходим к следующим нашим публикациям и вопросам. Роушан. Так, как раз та самая фотография, о которой она говорила, что очень любит сочетание, очень любит жёлтый. И вот это сочетание фиолетово-жёлтым фактически безумно вдохновляюще. Тоже я присоединяюсь к этому примеру. Итак, моя палитра. Фото на фронталку без фильтров, без пресетов или пресетов. Тут, девчонки, это слово мне, честно скажу, незнакомо. Уж простите. Так, поясните, если что-то тут зашифровано важное. Важное, только естественное дневное освещение, цвета из моей палитры с правильно подведённым ключевым цветом. Догадались каким? Вопрос вам. Ну, догадались, отлично. В портретной зоне и тон лица, и цвет свежее. Давно хотела это знать, и теперь это в копилке моих знаний. Действительно, мы даже в подготовке тестового материала столкнулись. Помните, с тем Роушан приходилось там три раза переделывать, потому что всегда камера нам давала более искажённый оттенок. И, в общем-то, видимо, ситуация такова, что есть та самая капля глубины именно в оттенке лица, которая давала нам этот эффект. То есть небезосновательно это происходило. А вот теперь мы можем насладиться тем, как внешность, получившая оформление гармоничными цветами, даже, видите, как без фильтров, естественное освещение. То есть всё такое, какое оно есть. Мы можем насладиться, да, безусловно, чёрным, но имейте в виду, что и глубокий фиолетовый, то есть мы понимаем, что чёрный не единственный будет. И тёмный, очень глубокий синий, и глубокий фиолетовый, и глубокий красный. То есть помним об этом, да, в данном случае для Раушан это один из вариантов, и можно, можно, можно будет посмотреть, продолжить, может быть, какие-то ещё хитрые комбинации здесь возможны. А так великолепно, великолепно. Я в восторге. И самое главное, мне было очень радостно, что вот тот самый, насколько я помню, тот самый любимый жёлтый, да, наконец-то занял своё место, при этом без... Да, 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 да. Но видите как, Амина, ведь и не всегда восточные девушки все одинаково колорит. То есть тут очень важно. И история с Раушан вообще начиналась с того, что мы с ней встретились на флешмобе «Тёмная осень». Да, то есть я уже рассказывала девчонкам, когда, ну, скажем, с её фотографией я зависла, говорю, вы знаете, говорю, Раушан, кажется, вам надо пересмотреть свой результат. Мы не были ранее знакомы, то есть колорит был либо самостоятельно, либо у кого-то другого определён, я уже нюансов не помню. И как раз выиграв книгу «Тёмная осень», я предложила ей не торопиться с тем, чтобы забирать приз. Потому что можно было просто отдать книгу «Тёмная осень», и Раушан бы сейчас была бы оформлена в оттенке «Тёмная осень». Почувствуете разницу, как это могло бы быть. И я благодарна ей за доверие и за терпение, потому что она присоединилась к проекту «Моя палитра». И как раз все наши сомнения развеялись и подтвердилась моя версия по поводу того, что перед нами не «Тёмная осень», как предполагалось изначально, возможно, кем-то из стилистов, кто ранее встречался, Раушан. И, наконец-то, все эти пазлы сошлись. Так что здорово и отлично, что это имеет такое блестящее, роскошное завершение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова